Дорогие друзья, я вот задумался, если у нас есть уроки географии, то рубрика «Угадай тачку» — это уроки автомобилестроения. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы вновь будем познавать мир автомобилей, узнавать что-то новое, всё это комментировать, рассуждать. В общем, приятно проведём время, поэтому, друзья, я надеюсь, что вкусняшка на месте, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, и по вашим многочисленным просьбам... Я, правда, до сих пор не понимаю... А, это здесь даже! Короче, вы мне написали много раз «Саня, зайди в коллекции, ты удивишься». Давайте попробуем, я, честно говоря, даже особо не обращал внимания. А, это вот эти монетки, которые я собираю, и что это такое? Common Rare Legend. Ага, стоимость у них разная, ну, окей, допустим, я... А-а-а-а! Вот оно чё! То есть я разблокирую рандомную какую-то машину, и могу, так сказать, изучить её. То есть вот я сейчас легендарный Ford Model T 1908-1927 годов выпуска разблокировал, здесь целая брошюрка по ней. Просто, скорее всего, статья из Википедии, но... В принципе, прикольно. Подожди, хорошо, а если что-то простое? MR2. Ага. Слушай, а может это и есть суть вообще игры? Накопить эти монетки, разблокировать коллекции? Не, ну это, кстати, классно. Это классно. Не скажу, наверное, что это будет всем прям интересно, но... Как какое-то дополнение к игре, скажем так, наверное, имеет место быть. Я, честно, просто думал, что это вообще какой-то режим. Я думаю, что за режим коллекции? Вроде каждый раз захожу в... Старт, нажимаю. Да, как бы появился режим хардкора, но коллекции я никаких не видел. А это, оказывается, вот такая штука. Ну, ладно, окей. Честно говоря, я просто рассчитывал сегодня, что это какой-то новый режим. Я думал, может, я что-то пропустил. Так, ну давай, ладно, еще Viper. Потому что Viper был задуман как продолжение традиции классических американских спортивных автомобилей. Легендарная IC Cobra была источником вдохновения. С мощным двигателем, минималистическим дизайном агрессивного стиля. Надо было просто написать, что в один прекрасный день какой-то американец проснулся и такой думает, блин, вот есть у нас старый двигатель V10, разработки, которые там еще до потопного времени, которые ставили мы в различные грузовики. А что если мы построим свой суперкар и лоткнем туда этот огромный блок? Что получится? И вот такой вот методом эксперимента. Ну и так, чистый, краткий пересказ о Dodge Viper, как бы я его написал. Ну, нет, прикольно, прикольно. То, что можно разблокировать, единственное, не очень понятно, почему вот этот рандом. То есть ты как бы не знаешь, что ты конкретно разблокируешь, про какой автомобиль. Ну ладно, и так, друзья. Режим хардкор. Как говорится, придется попотеть. Двухсотый уровень. У какого автомобиля быстрее разгон до 100 км в час? Bentley Condiment GT 6L W12. Кстати, мне безумно приятно читать ваши комментарии, когда вы акцентируете внимание именно на том, что я каждый раз рассуждаю. Потому что я еще раз повторюсь, что почему я вообще решил продолжить эту рубрику. Потому что я очень надеюсь, что помимо там какого-то развлекательного контента, я могу еще для вас что-то новое открыть. Что-то, какие-то новые знания вам дать. Вот на полном серьезе говорю. Поэтому мне безумно приятно, что вы подчеркиваете вот это вот мое качество, что я разжевываю, хотя мне каждый раз кажется, что я какой-то зануда. Bentley Condiment GT Speed 6.0 W12. Значит, что я могу сказать про вообще Bentley Condiment GT? Ну, а если бы это была вариация с мотором 4.0, на всякий случай напомню, что существует такая версия с двигателем 4.0 W8. И по сути это тот же двигатель, который устанавливается в Audi RS6, RS7 и Audi S8. То есть в принципе то, что мы с вами любим. То, что я на себе испытал в свое время аж 5 лет назад, когда у меня была RS6. Вот, безумно интересный автомобиль получается, потому что мало кто понимает. Ну, вы понимаете, да, что среднестатистический человек, который покупает Bentley, что он хочет получить? Побольше лошадиных сил в стоке, не задумываясь, что из себя представляет мотор. Ну и, конечно, Bentley. Вот, поэтому там как бы, ну, никто не рассуждает, что типа лучше взять 4.0, сделать с Тейш 2, и эта машина просто вот так вот 6-литровую версию обгонит по всем параметрам. Значит, разгон до 100. Я так немножко, знаете, как будто перевожу тему. Ну, честно, конечно, я не помню. По-моему, i8 это делает за 4.4, у него паспорт, если я не ошибаюсь. Хотя по факту, не, или 4.6. Но она типа не особо прям, да, быстро. Вообще i8 специфический автомобиль. В свое время мне удалось на нем покататься, но ничего, меня как бы, меня он не впирает. Так, 6-литровый по паспорту. Слушай, ну тут какие-то 0,1 секунда. По-моему, 4.4 у i8, и 4.5, 4.6 у Bentley. Я думаю, i8 быстрее. А, нихера себе. 6.0, 4.1 по паспорту. Достойно. А, я не учел, что GT Speed. Короче, у них, у Bentley, блин, они вообще-то срабатывают такие маркетинговые гении. И рассказываю все тоже. Вот приписка Speed, как правило, означает то, что у автомобиля либо снят, либо сдвинут ограничитель скорости. Ну, то есть, вы понимаете, опять же, среднестатистический владелец Bentley вообще не знает, что такое чип-тюнинг, скорее всего. И Bentley это продает как отдельную модификацию. То есть, если ты покупаешь Bentley, ты можешь купить обычную версию, либо, условно, чуть-чуть чипованную, или со сдвинутым ограничителем скорости. Бля, это гениально. Просто одну галочку в прошивке поменять, и уже машина может стоить на несколько сотен тысяч рублей, например, дороже. Если не миллионов. Да, я это не учел. Скорее всего, мне кажется, что у обычной 6-литровой W12 разгон не такой. Ну, ладно, окей, друзья. Разминка, есть разминка, поэтому... Кстати, а я угадал в итоге? 4.4 было, да, у i8? Я немножко неправильно прикинул просто по этому, по Bentley. Так, Porsche. Значит, это у нас зад... Это левая сторона, насколько я понимаю. Это не Panamera. И не Macan. Это либо турбач. Вот как раз не видно крыло, потому что турбач очень легко определить по крылу. Но... Короче, у турбачей, у турбоэсов, у них крыло с жаброй идет. Оно с жопа более широкое. И здесь как раз таки не видно. По-моему, все-таки это турбач. Да, это турб... Видишь, вот это вот, короче, вот такой вот как бы... Короче, дырей! В крыле заднем, если ты видишь, и жопа широкая, это значит максимальный городской Porsche, который может быть. То есть, трековая версия это GT, а если это не Carrera, а именно турбач, то вот у них будет жопа. Ну, как бы, это самое простое, почему можно вообще их различить. Так, следующий уровень. У кого автомобиля больше лошадиных сил? Ну, 585 у GLE? Это 100 пудово. Ну, и 610 у Ruacana, как бы. Это катать даже, но это слишком просто. А, подожди! Блядь! 585 же у прошлого поколения! Ебать, я тупой! А куда я поспешил? Ой, блядь! GLE 63 S же это! Ой, это позор, сейчас был. Это сейчас было очень, это сейчас было очень плохо. Друзья, прошу прощения, одна секундочка. Одна секундочка, сейчас вот это все лишнее закрываем. Вот сюда просто вот так вот смотрим и представляем. То есть, сейчас вот понятно, экзамены. Там, ну, это все. Всем желаю, кстати, искренней удачи, чтобы все вы сдали, чтобы все было четенько. Совсем скоро уже все, начинается лето. И можно кайфовать и играть на GTA 5 RP. Естественно, друзья, среди всех серверов советую присмотреться к Дель Пьеру. Ну, хотя бы потому, что мы там сами играем и, как бы, мы сможем поиграть вместе. Вот так вот просто собраться. У нас есть там, кстати, семья. Тоже вступайте, семья кочевников. Вот. Ну и в целом, учитывая, что мы там играем, какой-то движ совместный мутить. Короче, вот это вот все, друзья, вы можете уже прочувствовать сегодня. Просто переходите по ссылочке в описании, выполняйте три простых шага и залетайте, играйте вместе с нами на самом крутом и крупном проекте в сфере Roleplay Serial. Конечно же, GTA 5 RP. Ну и не забывай вот этот вот промокодик. Булкин вводишь, и он тебе вот даст дополнительные бонусы на старте. Так что, увидимся в игре. Просто почему-то, короче, ну конечно, конечно, эска 612 сил, и ГЛС стали 612 сил, и ГЛЕ стали 612 сил. Блин, мне так стыдно. Причем, мне в такой момент хочется начинать оправдываться, что я это знал. Хотя зачем? Ну типа, я просто отвечаю. Естественно, я это знал, блин. Что, что... Как, почему 585 это у прошлого поколения? Эски 585, все... Все эски на 585 сил. Блин, а это стыдоба, конечно, сейчас была. Ребят, простите. Так. Ага. Ну это не 993. Это хороший, кстати, вопрос. Потому что, скорее всего, не все отличают 993 от 997 вот по такой картинке. Ну, как бы у каждого из них круглая фара. Если бы это было 996. Ну то есть они чем-то, в принципе, похожи внешне. Хотя, наверное, сложно все равно спутать, мне кажется. Это 997, вот Turbo S или GT. Я думаю, что это Turbo S. Да, это Turbo S, потому что GT, как-то, мне кажется, более палевно должен выглядеть. Блин, 997 кайфовый. Очень кайфовый порт. Блин, я вспотел, ребят. Так стыдно, пипец. Куда я спешу, я не понимаю. Зачем? Зачем я спешу? Зачем вот это вот? Блин, зачем? Простите, так, надо собраться, вроде. Надо собраться. Все, хорош. Так, ой-ой-ой. А, ну это старая. Старая классная. Не знаю, ребят, вот как вам? Вот как минивэн очень классно выглядит. Да, я знаю, что сейчас кто-нибудь скажет, Саня, а почему ты его не рассмотришь? Потому что, ну, как бы, я сейчас, короче, присматриваю бусик. Склоняюсь либо там к китайцу какому-нибудь, либо к Альфарду. Вот, и многие наверняка скажут, почему не старая. Ну, некоторые потребности, так скажем, она не выполняет, которые хотелось бы от нее видеть. Но внешне для меня, наверное, старая самый красивый бусик. Хотя мне не нравится этот современный дизайн, но вот она выглядит, как космическая тарелка какая-то. Так, это, ну, слишком, опять же, да. Тут есть все-таки слишком просто... Тут видно просто, что это кабриолет либо родстер. Соответственно, тут, как бы, можно сразу выбрать АМГ, ГТ, родстер 16-го года. Это слишком простой вопрос. Не знаю, почему он в хардкоре вообще, что он делает. Какого-то... Ой, ну вот это, конечно, пипец. О-о-о-о, Ярик, Ярик, Ярик. Реал сейчас как раз монтирует этот видосик. Будешь там улыбочку какую-нибудь там эту ставить. Линкольный МКЗ, короче, у нас есть просто локальный мем. Когда Ярик продал машину в очередной раз, я ему советовал брать Линкольный МКЗ. Только не этого поколения, а вот такой вот. Чуть посовременней. Это пошло как мем, я не знаю, из-за чего. Просто он, как бы, любил спрашивать, типа, что я могу посоветовать. И я просто решил его в какой-то момент постепывать. И это продолжалось, наверное, год. То есть это прям, ну, понимаю, что вам сейчас не смешно, а для нас это прям такая тема больная, скажем так. Я постоянно говорю, Линкольный МКЗ, просто по приколу. Ну, слушай, 3.3 Соната. Либо Линкольный МКЗ 2006 года. Быстрее разгон. Ну, плюс-минус, это, скорее всего, все 7-8 секунд, да. То есть, понятное дело, что точно я с ней назову. Предположу, что 7... 7 и... 2, 7,4 у Линкольна. И 7,6, 7,8 у Сонаты. Хотя, может быть... Вот так вот. 8,0 у Линкольна. Не дотянул. И 7,7 у Сонаты. Ну, то есть, 7-8 секунд, это, конечно, было правильное рассуждение. Но вот по секунду... Блин, да, есть прям супер-хардкор. Есть что-то прям легкое. Надо какой-то... Где фокус? Фокус, ты куда пропал? Я тут. Не надо меня терять. М6 кабриолет. Или вантаж GT3 5.9 V12. На Сон Мартин, конечно, я в свое время подрачивал. Но не так, чтобы знать время ускорения, особенно вантажа GT3. Давай предположим... Значит, смотри. Вопрос сразу с подвохом. Потому что М6 кабриолет... У нее паспорт, скорее всего, на 0.1, на 0.2 секунды отличается от паспорта купе. За счет веса. То есть, это не секрет для кого, что кабриолеты едут хуже. Все. За счет того, что они тяжелее. Потому что надо этот механизм. То есть, там, килограмм 100, можно смело прибавлять. Пока там это все убрать. То есть, ну, купе-хо в этом плане легче, как правило. Так. Кабриолет М6, либо же вантаж. Ну, я думаю, что вантаж. Я думаю, что вантаж должен делать это быстрее. Тем более, какой-то там GT3. Я думаю, что это какие-нибудь 4 ровно. 4.2. Максимум. Даже, может быть, из 4. Ох, кто знает. А М6 кабриолет 4.4, наверное. Ну, я за вантаж, короче. 4.3, 4.2. Ну, смотри-ка. То есть, вот опять же, вот эти вопросы. Вот, ну, 0.1 секунда, блин. Как это возможно? Я же... Я же все-таки неходящая энциклопедия. Вот, хочется сказать. Но, это, безусловно, интересно, когда ты вот так вот методом рассуждений пытаешься догадаться и угадать. Ой-ой-ой, вот это вопрос. Ааа, совершенно разные автомобили. Audi S8. Прикиньте, просто 99-й год. И существует заряженный автомобиль представительского класса. Блин, ну, как бы, вот, вот, ну, потом там 220-й тоже AMG, конечно, в это же плюс-минус время появлялся. Но, по сути, Audi такие, прям, одни из первых это сделали. И... Так, сколько у него может быть паспорт? Я, честно говоря, не знаю. Audi S8. D2. Кузов D2. Так, FX50, давай так. FX50, по-моему, 5.5. Я все время забываю, хотя несколько раз в моей жизни был этап, когда я его рассматривал. И, наверное, хорошо, что я все-таки на нем не остановился. Не, машина неплохая, но... Как-то я помню время, когда все от этого FX-а фанатели, и почему-то мне он никогда не нравился. Просто потом, в какой-то момент, я понял, что это один из доступных быстрых кроссоверов был в свое время. Но это было лет 8 назад, условно. Слушай, ну, я думаю, что FX50... Подожди, ну, это либо... Вот почему-то, мне кажется, 4.9-5.5. Разброс, конечно, большой, слишком. Неподходящий для нашей рубрики, но я, честно, не помню. Ну, как будто 4.9 слишком быстро для него, да? А может, вообще 4.6? А, да нет, это быстро, это быстро. Потому что в то время X5M имел паспорт 4.6. Я не думаю, что FX50... 4.9-5.5, где-то так. О, 5 секунд возьмем. S8, наверное, это делала, типа... Ну, не из пяти же она выезжала. То есть она выезжала из пяти в то время. Блин, я, конечно, должен знать паспорт. Мне кажется, что это... Ну, наверное, 5.3 какие-нибудь. Я скажу, что S8 5.3-5.4, а FX 5.2 все-таки. Или я дурак. Вот так вот. 5.9. Куда я загнул 4.9? Кто мне может сказать вообще ответ на этот вопрос? 5.9. Ну, блин. Сам причем, смотри, сейчас начал рассуждать. То есть в то время существует заряженный X5M E70 с разгоном там 4.6, 4.7, 4.8. Конечно, и FX не мог к нему приближаться. То есть это просто быстрый, но нифига не спортивный кроссовер, который что-то может. А S8-то в ударе. Ну, S8, конечно. RS, QS... Вот, собственно говоря, у нас продолжение. Audi A6 A6 4.2 Quattro против Audi RS2 Avant. У нас RS2 Avant попадалось, и у нее какой-то очень действительно бешеный разгон до 100. Я думаю, что RS2 это делает быстрее. Я не скажу по секундам, предположу, что это где-то 4... А, ну 5.4, да. Я хотел сказать 4.9 и 5.6, но 5.8, ну хорошо, да. Но все равно RS2, конечно, несмотря на то, что постарее, блин, RS2, им надо было показать, что они умеют в свое время. У кого автомобиля быстрее разгон до 100 км в час? Vanquish S или Murcielago 6.2 V12? Вот мне настолько нравится Murcielago. Блин, дорест твой при... Он такой грустный, да? Вот, конечно, жопа у Реста посовременнее, но дорест какая-то такая классика, да? Вот этот вот грустный взгляд, грустные эти фонари. Мне очень нравится Murcielago. Но он мне настолько нравится, что я даже не знаю его паспорт до 100. А потому что это никому не интересно на сегодняшний день, мне кажется. Этот автомобиль, который, если где-то в коллекции стоит... Мне, конечно, ни один из владельцев не ответит на этот вопрос, потому что это неинтересно. Эту машину никто не рассматривает уже давным-давно, как разгон до 100 км в час. Это просто... Это просто хотячая легенда, на которой просто приятно прикоснуться и на которой приятно проехаться. Блин, ну сколько мог быть паспорт? 3,7... 3,9. Из 4 стопудово. Ну и у Vanquish тоже, я скажу, что так же, скорее всего. Vanquish, это же, если я не ошибаюсь, это мотор 4.0, да? От АМГ. Они же позаимствовали. Это как раз Vanquish идёт. Ну, типа... Блядь, ну у них разница 0.1-0.2 секунды будет. Наверное, Vanquish это делать за 3.6. Быстрее, я думаю, должен быть. Хотя не факт. Ну, 3.5-3. Ну да, мои предположения верны. Я, как и сказал, там разброс минимальный. Ну, блядь, не знаю, сравнивать. Представим, если Vanquish и Марселага стоят одинаково. Нахуй нужен этот Vanquish вообще, если есть легендарный Марселаг. Да, не тачка, а мечта, конечно. Так, а вот я не помню, блядь. А сколько был только что? Вы не запомнили? Ну, я, по крайней мере. Только что была эта Соната. 7,2, да? Или что-то такое? Ну, у Крузака на самом деле... У Крузака паспорт... Сколько? Больше. Ну, подожди, или 8 было у Сонаты. У Крузака 4,7, это бензинка. У него должен быть паспорт, наверное, 8,7-9,5 в этом диапазоне, если я не ошибаюсь, у двухсотки. Ну, короче, Соната быстрее. Да, по факту она точно будет быстрее. 9,2, да. 9,2, 7,7. Ну, тут как бы, тут разброс прям большой. Спасибо, что не 0,1 секунды. Так, later. Двигаемся дальше, друзья. Хардкор, дело такое. Так, Мерседес. Ну, это у нас, смотри-ка, ГЛЦ 63С. Блин, не видно трубы, конечно. Это ГЛЦ. Вот это вопрос хороший. Значит, смотрите, объясню. У нас представлено два варианта. ГЛЦ 63С. То есть, самая мощная вариация ГЛЦ. И ГЛЦ 43. Естественно, можно было бы понять, если было видно выхлопные трубы. Но я, наверное, не настолько задрот по ГЛЦ, чтобы вот по этим частям определить самую заряженную от, так скажем, неполноценного АМГ. Но мне кажется, что это не 63С. Мне кажется, что это 43-я. Да. Видишь, трубы круглые. То есть, если было видно вытрубы, у настоящего трушного 63-его они в овале... Ну, давай его тут ставим. Вот так выглядит ГЛЦ 63С. А вот так выглядит ГЛЦ 43, то, что мы сейчас увидели. Ну, то есть, если видеть трубы, там, в принципе, всё понятно. А какие-то уже такие мелочи по типу форма бампера и так далее, это, конечно, сложно. Но справился. Так! Это турбач. Да, турбач. Турбач хорош. Макан Турбо. Я скажу так. Если эти машины поставить вот просто в тупую рядом, скорее всего, я бы поставил на победу Макан Турбо. Потому что А45 в 176-ом. Да. Да? Да. В 176-ом кузове делает это, конечно, быстро, но... Блин, сколько паспорта? Я думаю, турбач по факту быстрее разгоняется. Блин, турбо Макан очень мне, на самом деле, симпатизирует. Реально неплохой авто. А что у него с фарами? Они разбиты или заклеены? Что с фарами у него на фотографии? Короче, если я не ошибаюсь, 4.6 паспорту... 4.4... Бля, если я сейчас вспомнил, то это будет гениально. 4.4 Макан 4.6 А45. Блядь. Сука. Сука! А? Блядь. Ладно, 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 хорошо. Но тут слишком, наверное, было бы сложно. Это все... Ну, это X4. Это М-ка. Это X4 М-ка. В принципе, это, опять же, слишком просто. Блин. Ну, ладно. Видите, иногда вот вспоминается, а иногда не вспоминается. Только... Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Туссон 2.4 против Kia K5 2 литра. Хе-хе-хе-хе. Kia K5 2 литра на наш рынок это сколько? 150 сил? Подожди, а можно на турбо двигатель уже какой-то? Я просто с Optima сопоставляю. Я даже не знаю. Как, опять же, вот у Optima 2.4 был мотор. Типа пушка, гонка. 2.0 это 149, 150 сил. 100 пудово, блядь. Туссон. Короче, если это тот же мотор, я здесь, они его не турбанули там, блядь, на К5. Типа 100... Давай так, К5 163, Туссон 177. А, ну 150 осталось. Я просто думал, что может чуть побольше осталось. 150 как и выловиешь. Вот опять же, иногда надо просто фиксировать цифры в голове. Так, блядь, вот сейчас нахуй стыдно будет же мне. Просто у меня был QX80. Сколько у меня паспорт? 6.5. 6.5. Да. 6.5, 100 пудово 6.5. Паспорт 6.5. Должен быть. 6.5 QX80. МАЗДА 3 6.2. Блядь. Вот оно, блядь, хранится, хранится, вот это, блядь, терабайты информации. Ну, правда, МАЗДА чуть ошибся, но все равно. Так, это у нас... Ага, да-да-да, Мерседес 600. Ну, тут на самом деле, опять же, я просто изучал варианты. Естественно, это кабриолет, в принципе, единственный кабриолет из предложенных, поэтому было слишком легко. Давайте еще парочку уровней. Это М4. Ну, опять же, фирменный цвет, бампер, как бы, тут все выдает этот автомобиль. Так, легко пока пошло. Ой, блядь. Это как раз прошлой серии мы... Блин, ну а зачем? Убивите, пожалуйста, американские тачки из рубрики разгон до 100 км в час. Самый прикол, что, по-моему, у CTS V заявлен паспорт ебнутый какой-то. Вот, что-то, чтобы... Короче, мне кажется, это разброс, типа... Не, ну 3.9 нет из 4. Хотя хочется почему-то предположить. Мне кажется, что у него паспорт 3.9, 4.4. Но, как мы выяснили... Блядь, а у Эва, по-моему, 4.2, да? Мы выяснили в прошлой серии. Или 4, или 3.9. Короче, у него какой-то паспорт оказался слишком... Быстрый для, вообще, моего мозга. Потому что я думал, что Эва 3 в 95-м году не мог так ехать. А я даже гуглил, смотрел видосы. Что-то тоже, короче, такое же. Но Эва-то пусть будет Эва. Нахуя, блядь. 4.6 у нее. Куда... То есть, ты понял, да? В прошлой серии я такой, Эва 3. Ну, секунд 6 в этой серии. Ну, все, блядь, 4 секунды, она точно едет. Не, ну 4.6 это тоже быстро. Просто помнишь, что меня это слишком сильно удивило? Я, видишь, не зафиксировал информацию к своему стыду. Так, SQ-7, да? SQ-7 против C63 купе. Если бы мне спросили, опять же, поставить эти автомобили рядом, я бы сказал, что 0.100, SQ-7, если с двух педалей прыгнет, C-шка не зацепится и не догонит. Я бы реально поставил бы. Косарь точно, бля, поставил бы на то, что SQ-7 это сделает быстрее. Теперь вспоминаем паспорт. C-шка 0.100. Ну, наверное, они написали 3.9. Это же у нас получается... Подожди, это не S, кстати. C63. Это обычная версия. Она медленнее. Она, наверное, 4.1. Нет, подожди. Блядь, ну я никогда в жизни не держался, сколько C-шка по паспорту едет 0.100. Это никому не интересно. Они не едут вообще 0.100, блядь. Они для другого созданы, нахуй. 3.9. Почему? 3.9 это S-ка, наверное. 4.2. Не S-ка. Q7, SQ-7. Сколько у меня пал? 4.4. Да, наверное, где-то. 4.6, 4.4. Ну, не ближе к 4... Не ближе к выходу из 4. C-шка, наверное. 4.8, 4.2. Да, простая вещь, что тут тоже, опять же, такая грань, потому что есть C-63, есть C-63S. Вот. И как бы C-63S, конечно, побыстрее. Давайте последний уровень. Сегодня, конечно, что-то так. Так-сяк получилось, всё. Не так, как я хотел. Ну, блядь, ну тут слишком... Подожди, нет, не слишком. Я не понимаю, что это такое. Подожди. Задняя левая часть. Это задняя левая часть же, правильно? Ну, это M4. М4. А, у неё сфотканно как-то... Она, во-первых, на дисках каких-то. Ну, я просто понимаю, что там другие варианты просто не подходят. Но я не скажу, что я узнал сразу M4. Это было слишком легко. Вот. 410 сил. Снизу. XGR. Суперчарт V8. 390. Не думаю, что... А если 420? Блядь, а сколько? Блядь, кстати, очень классный автомобиль. Внешне мне очень нравится. XJ, вот это мина этого поколения, он смотрится очень солидно. Очень классно выглядит. В серебристом цвете просто вообще каша. Сколько у него сел? Мне кажется, что 390. Ну, 400, ладно. Ладно, хорошо, хорошо. Ну, это было бы слишком, если бы там было 420. Я бы такой, типа, чё? Ну, что, друзья, сегодня так и так и сяк, как бы, да? То есть были, конечно, ошибки. Были, причём, глупые ошибки. А были ошибки такие, которые... Ну, блин, извините меня, мне не стыдно признаться. Я даже где-то тут это самое, понимаешь ли, и не знал. Вот. И именно поэтому мы и продолжаем. Потому что помимо того, что я какую-то информацию вам рассказываю, да? Что-то новенькое, надеюсь, от меня узнаёте. Так ещё и я узнаю, потому что... Ну, извините меня, доля секунды... Кстати. Стоп! И одного просто про Нюрнбурн Ринг не было. Только сейчас понял, офига себе, они чё, их убрали? Не знаю, на самом деле, хорошо это или плохо, но окей, как бы... Просто я про это как раз рассуждал, что это, конечно, ну, прям единицы людей знают. Просто можно предполагать именно методом сравнения автомобилей, а кто как там проехал, это, конечно, сложно. Ну что, друзья, если вы хотите в ближайшее время увидеть продолжение этой рубрики, то поддержите лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья!